Девушки отдыхают... Да, любителям настоящей игры требуют реальные жертвы. Ну а пока Джин просыпается, я порадую любителей настоящих файтингов. Игра X-Men. Дети Атома. Выполнена она такими психофирмами, как Capcom и Aclime. Надо сказать, что в этот раз эти фирмы жестоко облажались. От них ожидалось что-то поглобальней. Итак, игра основана на типичном апокалистическом сценарии, в смысле на тему Армагеддона. Супермутант Магнитов со своей бандой, Акалитос, угрожает захватить Землю и злобно править ей. При этом не сбивая бабушек и дедушек, а также всех тормозов, которые не попадаются им на пути и не успевают скипеть со скоростью зипа. Вы можете играть за одного из наших, бандой X-Men или же Бэтбойс Акалитос. Чтоб они все окалили. Каждый мутант является копией своего прототипа из книги извращенских комиксов. Плоховато двигается как под музыку, так и без. И некоторые приемы выполняются конкретно вяло. Кстати о музыке. Этот диск вы можете прослушать на своем центре и поотрываться под темы, выполненные в стиле диска. Графически игра выполнена бедно, но если ее сравнить с панасоником, то графом крутой. А ты, Джин, исправил косяки со своей головой и руками? Да, я выявил причину, по которой я нахожусь в таком сонном состоянии. Я трое суток подряд играл в игрушку Demolition Man. Игра создана по мотивам фильма «Разрушитель». Действия игры происходят по сценарию фильма. Все как и там. Вначале ты высаживаешься с вертолета, который обстреливает маньяки-убийцы. После этого придется немножко по ним пострелять. В игре огромное количество видеовставок из фильма, прекрасно сочетаемых с действиями игры. Игра представляет из себя смесь различных жанров. В ней есть все. И гонки, и драки, один на один. И домоподобные ображдения по коридорам. Игру советую всем любителям Весли Снайпса и Сильвестр Салони. Играйте и спасайте мир от страшного рыжего негра. Да, Джин. Твоему умению выбирать игрушки и играть в них нужно поставить большой памятник из сломных панасоников. Муха, не смущай меня. Лучше расскажи что-нибудь новенькое. Окей. Следующая брутальная 3D-игрушка от торгового дома Тайм «Война богов». Вышла она из-под пера известной команды Мидбэй. Родители Мортала Комбата в 96-м году. По предыстории игры мы узнаем, что миллионы лет назад из соседней галактики потянулись разные ужасные боги. И стали напрягаться на хороших богов и протягивать свои не то руки, не то копыта к нашей беззащитной на первый взгляд планете. Вот тут-то они и обломались, потому что как наши боги конкретно восстали и устроили турнир. Чтобы увидеть фаталити, введите код 7453. Чтобы стать непобедимым, введите 1124. Чтобы получить неограниченный кредит, то есть бесконечный континью, введите 0705. Все коды вводятся в опции чит-мод и значительно облегчают понимание и прохождение этой игры. Создатели игры пытались добиться превосходной графики и вообще статуса еще одного файтинга в стиле Killer Instinct и Mortal Kombat. Однако персонажи получились медлительные, комбинации ударов слишком запутанные, а боссы слишком непобедимые. О том, чтобы увидеть эффектные фаталити, бабалити или дедалити, приходится только мечтать. А что мечтается на Панасонике, Джин? А мечтать мне не приходится, потому что все мои мечты и фантазии воплощаются в игры, в которые я играю. А играю сегодня в Синдикат. Представь себе, Муха, что ты находишься в далеком-далеком будущем. И наш мир стал довольно мрачным местечком. Никто не принадлежит сам себе. В мозг каждого человека имплантирован компьютерный чип, который заменяет личность человека. Этот чип – последнее слово техники – контроля за мозгом. Но борьба за власть, как и во все времена, продолжается. Но война идет немножко другим образом. Теперь в бой не бросаются тысячи солдат, чтобы достичь превосходства на поле боя. Войну отведут специальные агенты. Этими агентами вам и придется играть. В игре огромное количество миссий, и все они происходят на земле. Своими агентами можно давать различное оружие и исследовать его на своем противнике. Очень советую поиграть в эту игру. Вообще, тема, я в шоке. Просто фантастика на грани реальности – это мечта любого геймера. А ты что думал, Муха? Мне же всегда везет. На этот раз повезло и мне. На Sony PlayStation вышла новинка 98-го года – Mortal Kombat 4. Игрушка, которая сразу же ворвалась в самые вершины всех хит-парадов. Значительно усовершенствован интерфейс, графика и игровой процесс. В новой смертельной битве появилось несколько новых бойцов, как светлых, так и зеленых. Игра приобрела трехмерность, которой так и не хватало предыдущим частям. Ну а бесспорной глобальной изюминкой игры стало то, что каждый боец теперь в любой момент может вытащить свое индивидуальное оружие. Будто молоток, палка с острыми шипами или обоюдно острый меч. Также появились специальные приемы, как ломание ног, рук, шеи и других полезных частей тела. Еще одним плюсом является наличие опции «Комбат-театр», в которой можно посмотреть все совершенные в графическом исполнении видеосюжеты. Всем этим вы можете насладиться у себя на приставке, если первым ответите на вопрос, какие два зверя обладают неблокируемыми атаками в игре WarpWords. Желающих выиграть игрушку от торгового дома Тайм, мы просим присылать свои правильные и неправильные ответы на наш пейджер. Ну а я пошел спать, а я рубиться, ха-ха-ха. Новая реальность.